Жизнь Ветра глоток Твой доброты, разбуди и согрей мое сердце Грешный мой путь, тебе далек, мой путь не прост Ведем себя тихо, глаза в кучу ищем цаски с поезда, рассредоточились Помнишь, что ищем? Конюшки, мне ж список Убери, не привлекай внимания, давай мне все надо держать, сыщик Наши вам с кисточкой, гражданин начальник Не поднимай волну Ружье есть? Какое ружье, начальник, сами намели какое-то, что-то руку сломаешь Слушай, появится свистешь, усек? Само собой А, ща, досвистился, сынки ментовские Периц, носы Это я с чего там как-нибудь Подойдем? Стоять! А так, мутора! Держу его, держу! Я держу его! Стоять! 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 Сдаюсь! Стоять! Пошли! А кто мне за товар заплатит, а? Молодец, студент! Вовремя ты его! Ну, за срыв операции ответишь! Да я ж как лучше хотел! Доброе утро! Ну, как успехи? Ты о чем? Как о чем? О Виоле! Не, ну вы посмотрите, а! Все-то она знает! А знаешь такую поговорку о любопытной Саньке? На базаре нос оторвали! Ага! Только не Саньке, а Варваре! Да, мне кажется, что это как раз про тебя! У нас тут без нее ни одно дело не обходится! Каждой бочке затычка! Дед, ну перестал бы! С утра уже! На душе кошки скребут! Ну что, сообрази, а, сосед? Не, не на работу! Да! Куда у вас ссорился-то? На овощебазу! Ишь ты! Ага! Ну, то тобой, то присмотреть! Если для меня место найдется, ну что, дай знать! Договорились! Ну-ка! Ты ее в кино пригласи! И мороженым угости! Чего улыбишься? Я ж тоже девчонка! Я знаю, как знаешь сестрой надо! Открыто заходите! Доброе утро! Извините, я забыл вчера предложить. Может, в кино сходим? Я подумала, спасибо! Хорошего дня! Маличок, открывай! Маличок, открывай! Маличок, открывай! Маличок! Однак! Ну и местечко выбрали! Знал бы, альпинистское снаряжение с собой захватил! Да ладно! И себе альпинист, как из меня балериною! А вы зря смеетесь, молодой человек! Между прочим, в двадцать третьем году я со студентами Тифрисского университета осуществлял восхождение на Казбек! Ну? Ну, показывайте ваше сокровище! Посмотрите, профессор! Господи! Да этому любой музей мира позавидует! Что вы картины в таком состоянии храните? Сколько вы за это хотите? Мне нужно быстро от этого избавиться! Я понимаю, все уже! Шестьсот косых! Сумма немало, и даже по сегодняшним меркам! А вы мне, профессор, про мерки не рассказывайте! Я знаю одно, что это стоит в пять раз дороже! Ну, хорошо, я постараюсь найти покупателя! Думайте, профессор! Все, хорош курить! Давайте, работайте! Пойдем, тебя храняк вызывает! Пойдем, тебя храняк вызывает! Вместе чалились! Да врет он! Все что-то ходит, вынюхивает! Чем промышляем, с кем храняк подвязался! Легавый он! Падла буду! Ну, что скажешь? Да не легавый! Если хочешь, кореша моего спроси! Зачем зовут? Я сюда из-за него приехал, найти хочу! Зачем? Он мне до зоны предлагал в банду ступить, но я по дурости отказался! Сейчас подумал, найду его, вдруг опять предложат в банду! А, значит, хочешь к Сычу в банду? Да мне до звезды, чей бы они работать! А хочешь, возьми к себе, а? Я много чего умею! Да нельзя его брать! Да он же сученый! Еще раз! До меня язык вывалишь, отрежу! Вместе с башкой! Ладно, проверим твои побасенки! А если соврал, засолим в бочки с огурцами! Как разведчики напротив! Должны выявить врага и уничтожить его, а не напугать! Да я из жалости, товарищ майор! Последние деньги гад, что девчонки мне упер! В уголовном розыске нет места жалости! Будешь жалеть, он… Будешь жалеть, тебе получишь нож спину или пулю! Понял? Да понял, товарищ майор! Больше такого не повторится! Дайте мне новое задание, я докажу! Так, а что вы узнали насчет Пряника? Пряника брат работает киномехаником! Думаю, может что знает! Может! Так, Тельцов, давай, заканчивай, иди к киномеханику и калей его прямо на месте! Пока он не опомнился! Ну, дави на него, как ты умеешь! О, студент с собой возьми! Сейчас! Давай, давай, давай! Давай, иди! Дорежут! Давай! Командир, попробуй кабину нашу! Ух ты! Два бойца! Хорошая, говорит, картина! Бибков, мы ж поглядим! Вы что, сюда кино приехали дивиться, а? Не, ну одним глазком можно было взглянуть! Бибков, он от киномеханик никуда не денется, он же кино крутится! А мы потом начнем его колоть, да нам же это на руку! Чим же? Ну, как чем же? Народ после сеанса разойдется! Тимошенко сказал надавить! Ну, он же орать будет! Зачем нам нашли шум, а? Так мы твои вы! Добрый студент! Ты шлуй по зыркам твоих бейти! Андрюша! Дай добавочку! Мой колледж правильный, товарищ! Саша, дружочек, расскажи, я ним все не слушаю! Ну, расскажи, например, как ты поднял на ночь целую германскую дивизию дверцы! Мой колледж! Что, ребята, никто не знает, как Саша? Як против дикимемеханик? А что случилось? Уголовный розыск, бабуль. Так, из зала справа дверца, и через второй этаж там служебный вход. Идем из двух сторон, чтоб не пішов. Я через зал, а ты через службовый вход. Мам. Спасибо, бабуль. Микола, он чего, мертвый? Милить себе, ты затопься. Черт! Надо было сразу в нем. Вы умеете? Поделывай в кино. Лидия Томашенко не сполкнула. Скажем, сразу сюда пришли. А тут же трех. Разумеет. 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 Найдется. Найдется только. Скажи мне, есть у вас где отдохнуть? А это смотря чего тебе надо. Ну, отдохнуть душой и телом. Пойдем, подскажу. Пойдем. Здесь. Пойдем. Да погоди ты. Не за этим пришел. А чего тебе? Поговорить надо. Поговорить? А о чем нам говорить? Учти, если что, я старшего позову. Тебя как зовут? Анютка. Слушай меня, Анютка. Я человека одного ищу. Его сычонку и кличету из блатных. Может слыхала, что, может, захаживал. Захаживал. Он к Маньке в основном захаживал. Ну, и у меня бывал. А Маньку на той неделе порезали. Слушай, Анютка, я здесь тебе адресок черкану. Если появится, сообщи мне. Вызывал, Пантелеич. Присядь. О, что я хотел тебе сказать, заводчик. Разговор сугубо между нами. Крыса у нас в угрозу велась. Будь того, не может. Я за своих отвечаю. За себя отвечай. Сядь. Киномеханику увидят сразу после того, как я послал за ним Тельцова и студента. Думаешь, один из них? Нет. Как? Студент только что пришел. Он наших дел не знает. Да у меня еще до него возникли подозрения насчет крысы. Тельцов не мог, потому что опять-таки находился в паре со студентом. Нет. Это кто-то другой. Но тот, кто знал, что я послал Тельцова и студента киномеханику. Так все наши знали. Вот. Я об этом и говорю. Что крыса у нас завелась. У нас. Не у соседей, а у нас. И не среди дежурных, а среди следаков. Если исключить Тельцова и студента, то остается Тюрин, Сомов, Шерстюгин и мы с тобой. Шерстюгина не было. Он оформлял задержанного. Тебя можно исключить, потому что ты все время находился рядом со мной. Ну, по той же логике и я отпадаю. Остается Тюрин, Сомов. Тюрина бы я исключил. Согласен. Он же сам сообщил, что у убитого пряника есть брат киномеханик. И остается только… Да. Заходи, Вася Тельцович. Значит так. На рукоятке отпечатков никаких. Так что, по моей части, все чисто. Извините, но ничем не могу помочь. Ну, на этом спасибо. Василий Тельнич, я спросить все хотел. Как там жена твоя? Ну, нормально. Привыкает к мирной жизни. Ты скажи, если надо будет чего? Лекарства или еще чего? Жрать ей нужно достаточно. Это лучшее лекарство после концлагеря. Режим. Да. А когда, Боров, должок горелым и вернешь? Ну, я же ему все объяснил. Мне строчка нужна совсем небольшая. У меня дело наклевывается. У тебя ровно три дня. Не вернешь – пустим на окрак, а? Да я верну все до копеечки верю. Мы не сомневаемся. Ох, как ты пошел. А вот те раз, вот те два и вот те три. И я отгублюсь. По городу слухи гуляют. Горелый большую кушу рвал. Ты хочешь, чтоб он с тобой поделился? Да я не прочь. Мне черном тоже повезет. О! А я тебя искал. Дело есть. Ну, говори. Тут мне корешок один шепнул, что вчера на склад швейной фабрики завезли партию дорогих костюмов. А сторож сегодня только на главных воротах. То есть через задние все вынесем, да? Ну, а я о чем? Слушай, ты байку новенького проверил? Да, брянский кореец все подтвердил. Возьми, что с собой. Ага. Посмотрим, какой он в деле. А это че? Да пошел ты! Придурок. Это хорошо, хорошо, что хрень обклинул. Считай, мы уже на полпути к Горелому. Насчет корицы не беспокойся. Если проверять начнут, у нас в Брянске есть кому постраховать. По Сычу есть у меня еще одна зацепка. Постараюсь его найти. Но еще и просьба у меня есть личного характера. У соседа моего пенсионеру Жилину нужно помочь с работы. Девчонка на нем малая. Сегодня же сделаем. Только где-то об этом ничего знать не будет. Прости, Федор Потеряевич. Пора мне. М tanta stripes. КАРАЧНАЯ МУЗЫКА Юлия! Ну, у меня все просто. Сначала работал, потом воевал, теперь вот снова работаю. Ищу себя. Но в общей базе? Ну, а почему нет? Работа не пыльная. Опять же, к продуктам поближе. Вы шотите, а я серьёзно. Ну, если серьёзно, тогда пока ещё не знаю, чем заняться. А вы бы что посоветовали бы это? Надо следовать своим идеалам и своей мечте. Мечты нет. Зато есть цель. Моё ли ты всё? Нет, пока не могу. Ну, а вы как здесь оказались? По своей воле. В филармонке была чистка. Отца объявили врагом народа. Со словимой Колыму. Два года назад он перестал писать. Ну, а ваши родители? Каратели закопали живьем землю. Отца, мать и деда. Образ сгорел в тонке. Под Смоленском. Ты злишься. Это плохо. Теряешь хватку. Ошибаешься. Как ты это делаешь? Сыч, задел тебя за живое. И ты злишься. Забудь по нему. Никогда я ему не доверяла. Гонора много, а мозгов мало. Ну, что бы завалить пряника, мозгов хватило. Пряник он. Мелкая сошка, но он был моим человеком. А значит, Сыч целил в меня. Ну, это же предсказуемо. Ты забрал его банду. Какая там бана? Пару пьяных щупачей, которые под ним ходить не хотели. Ай, Оленька, ты его сразу правильно сосчитала и сказала, как мне себя вести. Ты сказала, пусть получит видимость власти, но крупных дел ему не доверяй. А я дурак. Доверил поезд. И это была моя ошибка. И все равно ты не должен злиться. Это не наша жизнь. Забыл? Конечно, не наша. Все помню. Но я для них пахан. Я должен его наказать. Давай уедем. Конечно, уедем. Только золото продадим и уедем. Обещаешь? Обещаю. Чтоб никто и никогда нас не нашел. Никто. И никогда. О, видишь, какой у тебя нагад будет? Все на зависть. Сюда смотри. Сюда смотри. Вот, видишь, какой. Вот, видишь, какой прорезан такой, желобок. Понимаешь? А тут нагад сделаем из-за молочки. Вот так. А, да. Сходим. Обязательно сходим. Привьем. Оттягивай. Раз пальчиком. Увидимся. Ладно? Дор. А дед на работу устроился. Надо же. Всем раз ты звонила. Давай, давай, давай. Марш, давай. Иди, иди, иди. Иди, иди. Вишь, какое дело? Участковый, ну, Петька, Тема приходил, предложил работу. Ну, что ж, хорошие новости можно поздравить. Не, не, рано поздравлять. Вот, значит, когда закреплюсь, тогда и поздравишь. Это что, куда устроить? А не скажу. Ну, чтоб не сглазить. Картошку будешь? Ладно. Да, с удовольствием. У меня под вашей картошкой замечательные огурцы. Ну, неси. Ну, давай. Ох, запугал-то как. Сыч. Хвоста не заметил? Нет, все чисто. Успокойся. Соскучился. Пожрать принесла? Конечно. Как всегда, все самое лучшее. Садись, поешь пока теплое. Что это, объедки? Да ты что, какие объедки? Никто не трогал. Это котлеты. Да. Котлеты я люблю. Выпей, подай. Знаешь, сегодня двое приходили. Тебя спрашивали. Так я сказала, что мы с тобой давно расстались. А они, мол, мы ему денег много должны, хотим отдать. Как выглядели? Один такой светленький, с усами. На дурачка похож. А другой высокий, худой. И так вот глазами делает. Наверное, тик у него. Сука! Свисток и Пороша. Вычислили, паскуды. Сыч, миленький, возьми меня с собой. Пропаду я здесь. Да. Ну, может и возьму. Надо бы все обмозговать. Завтра напишу заявление об уходе. Да что? Напишу. Мне эта работа, она вот тут уже сидит. Только меня заставят еще неделю отработать. А жить мы на что будем? Да все будет в ажоре. Разберемся. Есть у меня тут одна цасочка. Если ее сбагрить грамотно, пятилетку проживем. Покажешь. Попозже я покажу. Покажешь мне. Иди сюда. Кто тебя решил? Одной! Ты с домом выходить, а? Да ладно, дед, не ругайся. А я тебе пока просто принесла. Ты доделал? Доделал, доделал, доделал. Ой, ты. Сухари. Ну, сейчас мы их подрумянием. Вот. То, что надо будет. На фронте-то это лучшее лакомство было. Сейчас мы с тобой тут побарствуем. Вроде все тихо. Новенькие буры. Вы со сторожем разберись, а мы на склад. Пошли. Налетай, подешевело. Было рубль, стало два. Деда, а у тебя тут важнецки. Ну, а как ты думал? Важнецки. Я когда вырасту, тоже сторожа пойду. Сиди и себе чаек попивай и сухари с вареньем треской. И в ус не дуй. Одно, Жак, пистолет деревянный. Вот небо настоящий, с патронами. А зачем тебе это? А вдруг воры? Когда ты вырастешь? Сторожа-то уже не нужны будут. Всех воров пересажают. Полный коммунизм на Сталин. Деда, глянь. Там, кажется, кто-то ходит. Да нет, там ничего. Когда, кажется, скреститься надо. Дед, ну, правда, посмотри. Там свет. Нет. Мать честная. Точно? Ага. Ну-ка спрячься там, спрячься. Да не высвечивай там. А то парень, ну-ка не дай Бог. Господи, что делать-то? Алло. Милиция. Жилин Коварин. Сторож со швейной фабрики. Грабят нас. Приезжайте скорее. Пистолет настоящий. Пистолет настоящий. Тихо. Сиди тут. Я сейчас говорю, что там? Может, не надо? Тихо, я сказал. Ох ты, господи. Где же три лица-то? Когда не надо. А тут как тут. А когда надо. Ищи свящи. А ну, стоять! Игнат. Ты… Как же это? Ну, я кончаю его. А то он сдаст. Игнат. Ты скажи им, я… Я ведь… Я ничего никому не скажу. Я… Я ж не видел. Я ничего… Сердце… Кажется… А… 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 Окочурился старый пень. О, пригодится. Возвращаемся. Пошли. Ну, че, много стало? Да немного. Помогай. Стой! Милиция! Стоять! 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 Малика! Малышка! 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 Попарки, запью меня! Давай, пиле! А-а-а! Деда! Дед, ты чего разлёгся? Дед, вставай! Пойдём домой! Дед, вставай! Ты чего мне говорила? Чтоб я не высовывалась, а сам? А-а-а! Деда! Дедушка! А горелый… Ага. Приятного! Долг принёс, Хриняк. Мне надо время, чтобы товар реализовать. Что за товар? Костюмы мужские, дорогие. Так это твои орлы на фабрике кипиш устроили. Ну? Ну? Сколько за костюм? По тысяче улетят. Возьму. Да для тебя я… Все. За двадцать. В счёт твоего долга. Помилуй. Остаток денег принесёшь через неделю. Иди, Хриняк. Приятного. Мам… Ой… Деда, ну зачем он? Гад! Убило бы… Меня, наверное, в интернат определяют. Я туда не пойду. Меня там детдомские затюкают. Не затюкают. Я им не позволю. Честно? Честно. Франдерики своих не бросают. Че вы там, без шума не могли, что ли? Да мусора откуда-то налетели. Видно их сторожу с кем вызвать. Сторож, а? А с буром чего? Там рана на воле наклемается. Наклемается. А барышей мы когда будем делить, а? Да подожди ты с барышами. Надо мануфактуру горелому скинуть. Значит, так сегодня ночью передашь ему возле рынка. Понял? А, хорошо. Так, подожди, Еве. Пусть туда кто-нибудь пораньше подъедет. Ну, потрется там, послушает, нет ли засады. Я думаю, у Горелого там тоже люди будут. А я Юрка пошлю. Он знает Гореловский хорошо. Давай. Я себе жулину. Никогда не прощу. Ну, все, все, не казнись. Здесь та же война. И твоя задача довести операцию до конца. А девчонку жалко. Ничего. Государство о ней позаботится. По Сычу появились новости? Погорелому есть. Сегодня Хореняк должен передать ему костюмы. Спасибо. Алексей Максимович. Ну, что вы прекрасно знаете, что я вам полностью доверяю. Спасибо, Алексей Максимович. И то, что, в общем, у меня претензий к вашей работе нет. Просто наверху решили, что для поимки Горелого и возвращения украденных драгоценностей необходимо объединить усилия УГРО и МГБ. Алексей Максимович. Повторяю! Это не мое решение. Я всегда знал, что вы справитесь своими силами. Но наверху почему-то решили, что нам необходима помощь МГБ. И с кем же нам придется объединять усилия? Товарищи, сейчас он через минуту должен прийти. Товарищи, знакомьтесь. Пеникер, майор МГБ. Добрый день. А это начальник УГРО, товарищ Тимошенко. С Ляпиным вы знакомы? Присаживайтесь, товарищ майор. Только что до вашего прихода я как раз говорил Федору Пантелеичу, что необходимо объединить усилия для поимки Горилова и нахождение украденных драгоценностей. У вас на этот счет будут какие-то решения? Разумеется. Какие у нас сроки? Три. Максимум пять дней. Если не уложимся, то, как говорится, будем занимать очередь на гильяйдину. Я думаю, до этого не дойдет. Мы ликвидируем банду, поймаем Горилова и вернем похищенные. Товарищ майор, не хотите меня посвятить в свои планы? Вы обо всем узнаете. По ходу дела. Эй, ты куда? Юрок, Юрок. Юрок, Юрок? А? Сделка на рынке отменялась. Почему? Легалы как-то прознали. Кто-то настучал. Шакалы. Значит, я побегу своих предупредить. Надо еще успеть. Давай. Давай. Адас! Облава! Облава! Пустите! Я фашистами раненый! Я инвалид! Пусти, брат! Отчего ты спросишь? Я всегда в печали. Слёзы пастут. Ты обещал мне пить? Включи. Я майор МГБ. Моя жена должна вести себя как порядочная женщина, а не как портовая шлюха. А я и есть порядочная женщина. Я хочу веселиться. Тебе полегчало, милый? Ах, понимаю. Тяжелая работа. Новый город, новая квартира, да? Ты же знаешь, тебе нельзя пить. Помнишь, чем это кончилось в прошлый раз? Ах, мой тигр. Ты имеешь в виду того блондинчика, которого ты отправил в больницу. Интересно, как у него дела? Да. А еще. А еще. Я тебя предупреждал. Если еще раз. Ты убьешь меня и его, я помню, милый. Мне совершенно нечего носить. Мне тут одну молодистку посоветовали. Местную. Говорят, чудо как хороша. Схожу к ней как-нибудь на неделе. Закажу что-нибудь красивое. Для кого стараюсь? Для моего тигра. Разве у меня есть кто-то другой? Хорошо. Только и зря. Мой тигра. Мой тигра. Мой тигра. Жр 포인тор. Апа. Сху-ху-ху-ху-ху-ху. Субтитры создавал DimaTorzok Я, наверное, помешал, да? Нет, все нормально. Послушайте, Вилла, я купил сегодня два билета в кинотеатр. За сколько сеанса? Полпятого. Пойдете? У меня занятие, ну, неважно, я перенесу. Да? Ну, хорошо. Тогда… Встретимся в кинотеатре. До свидания. До свидания. Ты нужен, садись в машину. Привет. Ну, я же отпросился на сегодня. Юрца взяли на барахолке, ты поедешь вместо него. Слушай, ну, у меня еще дела в городе. Садись, нет времени. Садись. Поедем. Встретимся. Юрца взявил сад в гостю. Девушка, а пойдемте с нами. У нас белесик лишний есть. Спасибо, не надо. Здорово. Как дела? Здорово, Кольничёв. Чёрт. Наши действия, командир. Пойдем. Стоять! Вы огружены милиции! Кто-то команду дал. Крыли, врать! Я попал! Я попал! Ты что ты орешь? На фонарях стрелять надо! Ствол давай! Ствол! Женя, забирай его в машину! Ствол твою! Вы понимаете, что провалили операцию, а? Сиротин. Товарищ майор, мы по плану должны были, там заминка, я… Ты начал стрелять? Без приказа командира. Ты хоть знаешь, какое наказание за это полагалось в военной разведке? Готов понести, товарищ майор. Товарищ майор, простите, парня. Готов взять его под свою опеку. Ты чего под опеку говоришь? Ты человек, который важного свидетеля застрелил? А тебя кто под опеку, они кто? Микола, Заурыч? Я по ногам хотел рука, а дрогнул. Дрогнул? Ну ладно, это все. Студент, салага. Но ты-то опытный оперативник. Федор Пантельич, полностью осознаю свою вину. Считаю, что у меня все еще потеряно. Разрешите допросить задержанного, я из него угадываю, все показания выберю. Ну, я знаю, как ты выбиваешь, потому что живого в мест не найдешь. Сам с ним поговорю. Тельцов. Я. Скажи дежурному, чтоб ко мне его привели. Есть. Свободно. Пока. Заурыч. Чего награблено из вагона? Не понимаю, о чем ты в начале. Горелый где прячется? Какой еще горелый? Не знаю такого. Чуть бегу не видал. Вы шаг маячит. Сейчас передо мной в несознатку будешь играться. За что вы шаг, начальник? Ты оперативника застрелил. Я? Чего ты мне мокро хошьешь? Ей стрелять-то не умеет. Посидишь в камере ночь, подумаешь. С утра, может, по разговору тебе станешь. Дежурный! Уйди. Встать. На выход. Лицом к стене. ТОВАРИШ, ВЫКУДАЛЬ Тимошенко у себя? Так нет никого. Рано же еще. Задержанная где? В камере. Завтрак. Черт тебе что. Задержанного ко мне на допрос. Живо? Есть! Доброе утро. Доброе утро. Я хотел извиниться за вчерашнее. Срочно вызвали на базу, машина пришла. Я потом хотел подъехать к кинотеатру, но не успел. Вернее уже поздно было. К вам не хотел стучаться. Боялся разбудить. Спасибо за заботу. Я могу как-то реабилитироваться? Вряд ли. Давайте сегодня с вами в кино сходим. Сегодня я не могу. У меня занятия. Вам кого? А завтра? Игнат, к тебе пришли! Чего же вы стоите? Идите? Там барышня какая-то. Может, вы лучше с Невхимом сходите? Здрасте. Здравствуй. Привет. Хорошая новость. Пойдем на улицу поболтаем, а? В føркsche特 poster. ГРУП ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров Н.Александрова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова